Ни одно из творений человечества не внушает нам такой странной смеси восхищения и страха, как роботы. Мы старательно создаем их по нашему образу, но мы в ужасе от мысли, что они восстанут против нас. Кем, когда и как создавались гуманоидные роботы и чего удалось достичь в этой области, мы расскажем в этом выпуске. Ставь лайк, подписывайся на канал, погнали! Первый гуманоидный робот был создан более 500 лет назад. В 1495 году Леонардо да Винчи создал механического рыцаря, способного имитировать движение человека. Садиться и вставать, двигать руками, шеей и поднимать козырек шлема, чтобы доказать, что внутри никого нет. Следующие функциональные роботы были созданы в 1774 году швейцарским часовщиком Пьером Жаке Дрозом. Три автоматизированных куклы, музыкант, писатель и художник работают до сих пор в Музее истории искусств в Невшотеле. Робот-геноид играет на органе, перебирая клавиши пальцами и имитируя дыхание. Один робот-ребенок рисует четыре изображения, а другой пишет текст длиной до 40 символов. В 1800-х годах японский мастер Хисашиги Танако, заложивший основы будущей корпорации Тошиба, создал множество чрезвычайно сложных механических игрушек. Пусть они и не были полноценными роботами, но были гораздо сложнее первого британского робота Эрика, представленного как сенсация в 1928 году в Лондонском Королевском Садоводческом Зале. Так называемый робот вставал и садился, а также произнес речь. Однако Эриком управляли два оператора, а голос он получал по радиосигналу в прямом эфире. В 1939 году на Всемирной выставке в Нью-Йорке был представлен робот Электро. Он мог ходить по голосовой команде, говорить около 700 слов, двигать руками и головой, а также курить. Но это все было не то. Только в 1970 году в университете Васеда в Токио создали первого антропоморфного робота с цифровым управлением Webot 1. Вторая версия робота, представленная в 1980 году, могла играть на пианино. Webot 2 умел разговаривать с человеком, читать ноты и играть мелодии средней сложности. Webot по сути был предшественником Asima, представленного в 2000 году и долгое время остававшийся самым совершенным гуманоидным роботом в мире. Разработанный компанией Honda, робот умел распознавать объекты, жесты, звуки и лица, разговаривать и взаимодействовать с людьми. Способный к автономной навигации, Asima должен был стать многофункциональным мобильным помощником. Последняя версия Asima была представлена в 2014 году, но на сегодня проект закрыт. С наступлением 21 века начался настоящий бум в робототехнике, в том числе в создании гуманоидных роботов. В 2002 году Sony представила робота Sony Dream Robot, способного ходить по лестницам, обходить препятствия и вставать при падении. В 2003 году инженеры технического университета Мюнхена собрали робота Johnny, ключевым навыком которого была быстрая, динамически стабильная и человекоподобная походка. Год спустя Осакский университет представили робота Actroid с реалистичной силиконовой кожей. Робот умеет распознавать и обрабатывать речь, отвечать на вопросы и реагировать на прикосновения. Для исследования коммуникации человека и робота в 2005 году компания Engineered Arts создала робот Tespian. Робот выразительно жестикулирует и старается всеми средствами передать эмоции. Разработчики позиционируют робота как актера, промоутера и конференсье или учителя. В 2006 году Aldebaran Robotics во Франции представила автономного программируемого человекоподобного робота Nao с открытым исходным кодом, ставшего исследовательской платформой для школ и институтов. В 2009 году Boston Dynamics представляет своего робота Patman, ставшего предшественником робота Atlas. Но это совершенно отдельная история. Подробно про все разработки Boston Dynamics мы рассказываем в выпуске по ссылке из подсказки. Тогда же Итальянский институт технологии представил робота iCAP с открытым исходным кодом для исследования возможностей искусственного интеллекта и вообще любых опытов с роботами. В 2014 году на работу устроился робот Aiko Chihiro от Toshiba, созданный для работы на информационном стенде в токийском торговом центре, где помогает клиентам ориентироваться в магазине. Робот не обладает особыми способностями, но умеет говорить на японском и языке жестов, а также имитировать движения человека. В том же году на DARPA's Robotics Challenge победил южнокорейский робот DRC Hyuba. Он лучше других справился с управлением автомобилем, открыванием дверей, подъемом по ступенькам и сверлением дыр. И все это за вкусный приз в 2 миллиона долларов. Но самым громким прорывом 2015-го стал робот Sofia компании Hanson Robotics. София стала почти легендарной, ей приписывали развитый интеллект. Она до сих пор путешествует по миру и ведет собственные соцсети. Что она умеет на самом деле, мы уже рассказывали в выпуске, ссылку на который вы видите в подсказке. Прорывом 2016-го года стал первый робот с обратной тактильной связью. Подводный бот Ocean One передает оператору ощущения от предметов, благодаря чему может поднимать со дна хрупкие вазы с затонувших кораблей. Робот оснащен бимануальными руками, стереоскопическим зрением, 8-ю двигателями для управления и датчиками. В 2017-м году был продемонстрирован первый полезный гуманоидный робот Talos от Pal Robotics, способный не только исследовать поверхность, как многие устройства, но и выполнять точные сложные задачи. Затем был удивительный робот-строитель, мега-продвинутые роботы телеприсутствия и другие невероятные гуманоидные и негуманоидные роботы, лучших из которых вы можете увидеть в наших выпусках. Не забывайте подписываться и делиться этим видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...